Всем привет, добро пожаловать на канал. Это продолжение рубрики ништяки с Алиэкспресса. И сегодня в данном видео будет обзор проектора под названием Tandil TD-97 Pro Wi-Fi. Поехали. Так, значит, вот ссылочка на Алиэкспрессе. Она будет в описании. Ну что, посылочка пришла. Вот такая вот большая коробочка. Вес 2,7 кг. Давайте же скроем. В комплекте инструкция по эксплуатации. Гарантийный талон. Пульт для управления устройством. Кабель питания. РЦА-разъем. HDMI кабель в комплекте, что очень даже хорошо. Ничего не нужно будет покупать отдельно. И сам проектор. Здесь у нас защитная такая крышка. Давайте снимем пленочку. Вот, выглядит таким образом. Так, в этой части у нас пункт управления. Пауза, перемотка. В задней части 2 разъема USB, 2 разъема HDMI. Подключение к локальной сети. Разъем AV, разъем для наушников и разъем для питания. Что касается характеристик. Яркость у нас 8 люмен. Расстояние проекции 1,6 метров. Это, видимо, куда крепить светоотражающий экран. Разрешение Full HD. 1920х1080. Зеркальное изображение. Размер проекции 40-300 дюймов. Думаю, самым оптимальным будет светоотражающий экран размером 100 дюймов. Операционная система Android. У нас есть HDMI, USB, Wi-Fi и так далее. Что касается шума. Он присутствует. Не сильно громкий, не сильно тихий. Обычный такой звук вентилятора. Думаю, у вас есть более-менее аудиосистема. То при просмотре фильма вы этот звук не услышите. Также тут есть фильтр. Здесь укоротенько он отстегивается. Его можно прочистить от пыли. Если проектор будет работать очень долгое время. И потом все исправно будет охлаждаться. Так, ну что, давайте же его включим. В комплекте у нас есть вот такой пульт, которым можно управлять настройками. Так, что у нас здесь есть? Давайте выберем русский язык, чтобы было понятней. К сожалению, на момент съемки у меня не было специального экрана для проектора. Поэтому я не могу вам передать через запись все качество изображения. Но можете быть уверены, что выглядит все очень даже ничего. Например, вот, есть один из обзоров. Яркости здесь хватает. Также вы сможете настроить ее вручную. В моем случае я буду использовать обычные светлые обои. На них более-менее все видно, так что я думаю, этого будет достаточно. Что может данный проектор? Для начала перейдем в настройки. Здесь мы можем подключиться к Wi-Fi. Давайте это сделаем. У нас даже отображается клавиатура. Не очень удобно вводить с пультика пароль, но вы сделаете это всего лишь один раз. Вот, отлично, я подключился. Что можно делать с помощью Wi-Fi? Здесь есть магазин приложений. Можете скачать какое-то приложение на проектор и им пользоваться. Например, тут даже есть YouTube. У меня отключил интернет самый ответственный момент, когда я пытался запустить YouTube. Вот, можете не переживать, тут все отлично работает. С приложениями у нас вот есть Netflix, Disney, YouTube и прочее. Также вы можете, как юрил до этого, скачать какое-нибудь приложение из магазина. Что касается фокуса, у вас здесь есть специальные клавиши для того, чтобы вручную настраивать фокус. Также, помимо этого, здесь есть автоматическая фокусировка. Давайте перейдем в настройки. Значит, как подключиться к Wi-Fi я показал. Настройки проекции. Если у вас проектор расположен в обычном положении, то можно использовать стандартный режим. Если вы хотите закрепить его к потолку, то изображение будет перевернутым. Здесь еще задний режим и потолок сзади. В принципе, можно куда угодно закрепить. Так, вот автоматическая фокусировка, автоматическая коррекция, настройки времени, часовой пояс, формат даты. Все стандартно. Раздел общий язык я показывал уже. Канал запуска по умолчанию. Ну, здесь можно выбрать, чтобы у нас, например, сразу подключался к компьютеру, то есть через HDMI, либо через другой метод подключения. Также настройки клавиатуры. Она у нас только одна. В режим мощности, сброс настроек. И сейчас у вас, наверное, возникнет вопрос. А как же воспроизвести здесь звук? Вы не поверите. Вот недавно я делал обзор портативной колонки Bluetooth. Ее можно подключить к проектору. Вот она уже в списке. Подключается стандартно, как на телефоне, в общем, как на любом Bluetooth устройстве. Теперь можно воспроизводить музыку, смотреть фильмы, YouTube вместе с портативной колонкой. Точно так же вы сможете подключить сюда и Bluetooth динамики, либо через провод подключить колонки. Звук будет воспроизводиться. Вы также сможете подключить сюда флешку. Я подключил флешку с винтой, закачал сюда свой видос, но дело в том, что проектор, к сожалению, определенную часть форматов не читает. Поэтому с флешки тут запускать какой-то видеоролик – это не вариант. Лучше всего использовать компьютер и подключиться через HDMI. Сейчас я покажу еще один тип подключения. Это, наверное, самое распространенное, что можно будет делать с данным проектором. Это подключение через HDMI к ПК. Мы просто берем HDMI. В данном случае я подключу его к ноутбуку. Там не будет слышать звук. Так, и теперь идем сюда. Просто выбираем источник HDMI 1 и оп. Все, у нас дублируется экран компьютера. Сейчас, получается, я воспроизведу один из своих роликов. Получше зависло. Мы правда ждем. Слушайте, походу сейчас все-таки удалось. Хоть это было очень... Ничего себе. У нас в проекторе присутствуют динамики. Что, согласитесь, очень даже ничего. Если у вас нет колонок, звук у вас точно будет. Так, и теперь. Если я захочу воспроизвести звук на портативной колонке, но при подключенном ПК к HDMI. Как это сделать? Да все очень просто. Нужно на компьютере подключить колонку по Bluetooth. Вот и все. Так, устройство я добавил. Ну, собственно, вы могли, кстати, видеть все на своих экранах. Да, как это выглядело. И теперь я воспроизведу видео. Так, ну слушайте, все удалось. Нужно было очень внимательно читать инструкцию. Не нужны никакие провода. Просто устанавливайте портативные динамики, куда вам удобно. И все. Можно смотреть фильмы. Вот, например, фрагмент из Человек-паук 2. Мощь солнца у меня в руках. Или Джек Ричард. Это правда? Удивительно, но изображение на обоях кажется более ярким и насыщенным, чем изображение на мониторе ноутбука. То есть даже на обоях можно будет комфортно смотреть фильм. При нажатии ввод на эту клавишу можно вызвать дополнительное меню настроек. Здесь можно будет отрегулировать картинку. Вот есть стандартный режим. Динамический. Яркий. Мягкий. И можно настроить все вручную. То есть контраст там, ну и другие настройки. Также можно настроить соотношение сторон, температуру, теплый-холодный, режим HDMI. Еще присутствуют настройки звука. Можно выкрутить низкие-высокие частоты, ну и так далее. Что можно сказать по итогу? Отличный бюджетный проектор, к которому без проблем вы сможете подключить флешку, либо компьютер. Можно подключить даже Bluetooth-колонку. Есть Wi-Fi, можно устанавливать приложение. Думаю, будет классно смотреть на нем фильмы. Если интересно, то все ссылки будут в описании. Если у вас остались какие-то вопросы, можете оставить в комментариях. Если данное видео понравилось, обязательно поставьте лайк. И не забудьте подписаться на канал. Всего доброго. Пока.